Что же касается низких цен, я очень люблю эту тему. Где я нашел низкие цены? Я нашел низкие цены не в городе Магнитогорске, мы приехали в Агаповку, естественно. Здесь располагается Агаповский центральный крытый рынок. И самые низкие цены для тех, кто хочет порыбачить, они находятся здесь, в магазине рыбачок. Заходите, смотрите и покупаете. Не часто, но хорошо, когда к тебе обращаются братья наши меньшие. Хотя, как сказать, ведь самое крупное поселение на Агаповской территории это Магнитогорск. Так что с большим уважением к Агаповке. Конечно, есть Южноуральск на Уйской земле, ну или многое там на северах. Но здесь-то надо понять, Агаповка всегда рулила и будет рулить. И сюда я ездил в свое время и за модельками, а сейчас сюда надо проехать всем тем, кто хочет порыбачить. И местечко-то такое есть, и называется оно рыбачок. Помните наши любимые цены? Цены вниз. Любимые цены от магазина рыбачок, что на Агаповском центральном рынке. Это супер любимые цены. 100 рублей, хорошая удочка. Вот она здесь есть. Но они здесь не настолько большие цены, потому что даже самая дорогая. Там тоже предел-то небольшой, 320 всего лишь. Ну а как по-другому, то дешево, вкусно и сердито. Причем все это в одном месте. Любая удочка для вас и леска, и крючки, и даже на сама. А если захотели поплавать, то и лодки, и одежда, и опять по великолепно низким ценам. К слову, цены. Естественно, здесь есть и для тех, у кого больше потребностей, и больше ценовые категории. То есть можно удочку себе взять за 1800 рублей. Хотя мы начинаем о том, что удочки у нас от 100 рублей. То есть подешевле найти еще поищите. Помните, да, мы вам говорили про... Ну это нам не пришлось это показать, к сожалению. Сейчас уже лет начинается. И вот катушечки от 35 рублей. Видите, 35 рублей. Есть, конечно, и дорогие вещи. Вот они здесь, большие, такие красивые. Но в любом случае, если вы хотите заняться рыбалкой, то лучше место, чем рыбачок, который располагается на центральном крытом рынке Агаповского района, вы и не найдете. То есть четко. В городе много типа рыболовов. Но типа умный человек берет машину, чуть бензина и на Агаповский рынок. Здесь все то же, что и у нас, но на 30-50% дешевле. После того, как вы приехали на место, где будет много рыбы, вам надо что сделать? Вам надо эту рыбу приманить. Раньше это было вообще... То есть мы хлебушек мочили в слюнки и разбрасывали. Сейчас абсолютно все по-другому. Есть нормальная подкормка. Причем подкормка вот везде. Посмотрите, сколько. Лещ, фидеррейка, спортивный, универсальный. Плотва, суперклев. Что-то... Короче, много. Ценники такие тоже. Весьма халява. То есть приехали, разбросали. Уточку закинули. И ждете, когда к вам приедет рыбка. И, конечно, она приедет, потому что только у вас нормальный корм. Кстати, про корм. Цена, ну, максимум, две булки хлеба. И это то, что любят рыбы. А рыб должно быть много. И для рыб вся прикормка только тута. Кстати, не только вещами для рыб славится рыбачок. Ну, вообще, для того, кто хочет, и не только рыбку поймать. Здесь замечательные раколовки, тоже дешево. Вот. Почему мы все-таки говорим о том, что необходимо лето потратить вам с пользой для дела и для своего тела, естественно. Потому что у нас лето, оно, конечно, не такое большое, как в Турции. Там практически круглый год лето. Ну, вот. Но здесь вы можете себя одеть и переночевать. Причем, обращаю внимание, вот есть замечательная шестиместная палатка, да. А есть четырехместная палатка. Вот схема примерно одна и та же, да. Еще вход. И цена-то вопроса. Пять пятьсот за шестиместную палатку и за четырехместную палатку четыре с половиной. Вот. А тут еще есть другие палаточки. Маленькие, вот они тоже есть. И естественен выбор мешочков. То есть, да, понятно, что придется одеться. Можно и одеться, и это небольшая проблема. И переночевать. Кстати, мы так в свое время как-то ночевали. Правда, дело-то было давно. Дело-то было в Абзаково. Точнее, в смысле, в Уралтау. Прекрасно жили две недели. Было очень клево. Да, было то время, когда утречками, только когда погодка клевая. И собираешь удочки, и червя копаешь, если есть, и на рыбалку. Эх, было такое очень давно. Уже, правда, после я на ту самую удочку переплевывал сеточку, вставленную на Тюменских северах. И как-то раз умудрился четырех щук проблеснить. Но хочется не только рыбку, хочется просто побыть в одиночестве. Да потому, как достало все. А место-то такое есть. И место это рыбачок. Так вот, чтобы нормально вам путешествовать, все-таки необходимо вот эта штука и вот эта штука. Вот эта штука, потому что у нас лето не самое теплое. Эта штука, потому что, возможно, вам куда-нибудь надо будет опустить ножки. Ну вот, если вы собираетесь плавать на замечательной лодке из ПВХ, вот две штучки. Кстати, вот еще местечко такое есть, можете сесть спокойнее и зарыбачить нормально. Но вам просто необходима будет вот эта штука. Потому что, вы знаете, плавать в одеяле, в смысле, когда все будет на вас, это не самое правильное. Одели, застегнули, это вот очень крутая. Хотя здесь есть другие по 300 рублей, это вот 1000 рублей, такая мощненькая. И все, и начинаете рыбачить уже и на лодке. Только вам гарантирую, вот эту штучку возьмите для себя. По всей видимости, человеки злые клянут меня за все. За то, что я быстрее, за то, что я знаю побольше, за то, что меня любят. И это должно-то быть. Мне абсолютно фиолетово, где я снимаю. И почему это так? Да потому что там, где не всегда евро, все пыхтит. И проще и для меня, и для вас показать бизнес, как он есть. Без преград и без приукрашивания. Потому что дело правильное, и туда люди-то тянутся. И пусть это не евро, зато кто хочет порыбачить, может выбрать для себя Агаповский рынок с минимальной ценой. И для вас, и для него, и это место рыбачок. Вот то, что со мной случилось, говорит мне, Леш, а время-то идет. И за это время необходимо еще больше понять. Я, конечно, понимаю, что то, чем я работаю, не совсем правильно. А хотелось бы и на рыбалку сходить, и на охоту, и просто с сыном подзаняться. Но чтобы все это было недорого, то почему бы не заехать в сторону Агаповки? Здесь, на Агаповском центральном рынке, есть замечательный магазин. Магазин рыбачок. Берете все, заходите. С нами и рыбка ловится быстрее, да и удовольствия будет побольше.